Добро пожаловать на наш канал. Спасибо, что вы с нами. Мы продолжаем читать духовные наставления святых отцов и служителей Русской Православной Церкви. Старец, протеерей Валентин Мартасов. Из книги «Кто кем побежден, тот тому и раб». О том, что должно избегать всяких вредных свиданий и о воздержании. И если приметишь, что какой-нибудь помысл влечет тебя на свидание с отроком или женщиной у красивого лица, то знай, что приближаешься к вражьим сетям. И если и по вразумлении не оставляешь своего намерения, то знай, что ты уже опутан сетями, и нелегко тебе преодолеть сластолюбие. Если ты не был в силах или, лучше сказать, не захотел избежать сего вредного свидания, то почему же врагу на самом деле не сделать тебя своей жертвою? Если скажешь, и свидание имею, и вреда не терплю, то и праздник души страстный. Ибо как возможно ходить по угольям и не обжечь ног? Если видишь человека, который растлевает свое целомутрие, а между тем притворно показывает себя добронравным, то берегись его, потому что в нем лезть, что польза в дереве, под которым скрывается змей. По-видимому, плоды на нем красивы, но это приманка для подходящего. Вкушать пищу чинно, пить осторожно, рассуждать бесчиславие, спать вовремя нам дозволено самим промыслом. Но предаваться блуду, прелюбодейству, распутству и исполнять всякое дурное и нечистое пожелание никак нам не дозволено. Если хочешь быть целомутренным, храни воздержание и прерви вредные свидания. В какой мере человек приближается к тому, что производит соблазн, в такой мере невозможно сердцу его прибыть без смятения помыслов и без воспламенения лукавых пожеланий, потому что видимое лицо и речи возбуждают его страсти. Как губка, поднесенная к чему-нибудь влажному, раздувается и вбирает в себя влагу, вот так и человек, нетвердый помыслом, если сближается или долго беседует с рассуждающими по-плоцкому, вбирает в себя вред. Посему, упившись сим и без вина, делается опьяневшим. От того самого, что наполнен вредным, не принимает уже духовного слова, занявшего его и овладевшего им неумеренные пожелания, служит препятствием духовному слову, преграждая ему вход. А если кто рассмотрит сие в подробности, то найдет, что ни в одной страсти сластолюбия, но и во всяком запрещенном деле бывает то же самое. Как скоро пожелание какой-либо вещи через чувство вкрадывается в душу, оно окружает и осаждает ее представлением сей вещи и преграждает вход Божью Слову. Как губка, если кто обмакнет ее в уксус и, не выжив, захочет облить вином, не принимает в себя вина, потому что прежде вошедшая в нее уксусная жидкость служит препятствием, наливаемым каплям вина, так и исполненные пожелания, когда вразумляют их, остаются непослушными и, если беседуют с кем оцеломудрии или занимаются, как и должно, чтением об оном, не отстают от гнусной страсти. Поэтому нужно реже заводить разговор о тайных помыслах, потому что само напоминание производит немалое движение, сообщая душе нечистоту и понемногу воспламеняя ее и приводя в страсть. Надобно же такие помыслы открывать святым и опытным старцам, потому что одолеваемые необузданную страстью, часто, начав речь о целомудрии, устремляются к разрушению и уничтожению сей добродетели. Посему желающему покаяться, надобно крепко взяться за целомудренный помысл, плоть изнурять добрыми трудами и непрестанным памятованием о Боге, очистить мысль от всего худого и гнусного. Через сие ум наш исполняется Божья благодать. Обитающая же в уме и обладающая им благодать Божья, бывает препятствием злокозненным, заграждая им доступ, когда набереваются войти. Из духовных поучений старца Протеерея Валентина Мартасова. Спасибо всем за просмотр и до встречи в новых выпусках на нашем канале. Храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok